В Твери продолжается вакцинация от коронавируса. Активно прививаются студенты тверских вузов, техникумов и колледжей. На днях будущие врачи, учащиеся мед. университета, даже присоединились к флешмобу с хэштегом «Привит». Они выкладывают в социальные сети ролики и фотографии сразу после вакцинации. Подробности далее. Берегите себя, прививайтесь. Вакцинация спасает. ТГМУ за вакцинацию. И медики привились. С такими фотографиями студенты Тверского государственного медицинского университета появились в социальных сетях. Хэштег «Я привит» встречается чаще всего. Так будущие врачи показывают свое личное отношение к прививке. Лучший аргумент к вакцинации я вижу на примере пациентов реанимационных, которые там лежат. Действительно, процент поражения легких у людей, которые обычно не вакцинированы, к нам приезжают. Это всегда 90+. И при этом это могут быть совершенно невозрастные. Преподаватели этого вуза вакцинировались почти в полном составе. Студентов-первокурсников с прививкой более 50%. Среди старших курсов и ординаторов процент привитых приближается к 100%. Сам я принес коронавирусную инфекцию, но лично мне повезло. Принес я ее в облегченной форме, но по рассказам некоторых моих однокурсников, более старших товарищей, это далеко не всегда так происходит. Тот факт, что исторически основной мерой профилактики распространения каких-либо инфекций была вакцинация населения, подтверждают сохранившиеся архивные документы. Так, например, в Тверском городском архиве можно найти сведения о сложной эпидобстановке в Твери по дифтерии и холере в 93-95 годах. Было это совсем недавно. Мэр Александр Белоусов тогда подписал постановление о вакцинации населения. Прививки от дифтерии делали не только в больницах, но и на крупных предприятиях. Были зарегистрированы массы случаев заболевания холеры и дифтерии. Так были приняты администрации уже знакомые нам меры. Это обеспечение запаса дезинфицирующих средств, приведение в должное санитарное состояние общественных мест и объектов торговли. Также было принято решение о вакцинации населения на тот момент от холеры, дифтерии и острых кишечных заболеваний. Доктор медицинских наук, проректор по учебно-воспитательной работе ТГМУ Ирина Колесникова помнит, как в те годы сдерживали рост заболеваемости. Я училась в то время как раз на третьем курсе. Была вспышка массовой дифтерии и небольшие очаговые вспышки холеры, которые удалось полностью сначала локализовать, а потом и погасить при помощи активизации вакцинации. Инфекционные болезни часто ставили человечество на грань выживания, но методы по преодолению эпидемий также много раз подтвердили свою эффективность. Возвращаясь к сегодняшнему дню, напомним, что в Твери в данный момент работают четыре пункта мобильной вакцинации от COVID-19 и 55 пунктов вакцинации при медучреждениях, куда можно обратиться в будние и выходные дни. Заранее записаться на прививку можно через МФЦ по телефону 122 и на портале госуслуги.ру. Продолжение следует...